Операторы автозаправочных станций и другие сотрудники известной топливной компании предстали на сцене перед зрителями в качестве участников конкурса «Король и королева бензоколонки». Этот конкурс красоты проходит в необычном формате. Конкурс очень такой масштабный, интересный. Здесь показана не только красота людей, которые на сцене работают. Здесь люди – это операторы АЗС, операторы – люди, которые служат нам всем, заправляют наши машины бензином, и здесь они немножко в другом углу выступают. Здесь показывают свой талант, показывают свою харизму, способность общаться с людьми, профессиональные какие-то качества. Суть конкурса, если совсем кратко, это показать то, как наши сотрудники могут все-таки создать приятную и комфортную обстановку для наших клиентов и подать это в творческой, игровой форме, но тем не менее не забывая про основную цель все-таки сделать обслуживание и сервис на наших станциях лучше. 16 участников конкурса приехали из разных городов России, а именно из Оренбурга, Барнаула, Горно-Алтайска, Омска, Казани и других городов. Впервые за свою четырехлетнюю историю королеву бензоколонки выбирают в Челябинске. Хочется проявить свои таланты, показать это руководителям. «Честно, заставили. Предложили, предложили. Да, согласилась. Интересно. Я думаю, здесь все достойны победы, но выиграет кто-то один. Но это должны быть мы. Мы профессионалы своего дела. Отлично знаем техническую часть, но мы веселые, мы артистичные. Я думаю, у нас должно все получиться». «Большой стимул для саморазвития. Парни, наверное, более стеснительные. На рынке, наверное, участников. Среди зрителей в основном группы поддержки конкурсантов, что, несомненно, придает уверенности и артистизма всем участникам. «Сегодня здесь есть коллективы заправочных станций, которые оказывают поддержку. И сегодня выступает оператор, который работает на заправочной станции моего комплекса. Поэтому по этому году мы здесь все и собрались». «У нас два участника. Это король и королева. И мы хотим, чтобы они оба заняли первое место. Почему? Потому что они молодые, активные, развивающие, очень любят свою работу». «Четвертый год подряд принимаю участие. И вот могу сказать, что каждый участник, он креативен. Мне вот сейчас посмотрело номер одного из представителей, а сильно половина человечества мне очень понравилась. Я вот даже думаю, что я буду болеть за Тадарию. Каждый раз я вижу новые творческие номера. У нас люди очень талантливые. Меня это, знаете, очень дадут. Победительница конкурса выбирала независимая жюри. По итогам пяти этапов и честно заработанных в них баллов. «Корона» досталась Нине Прониной из Оренбурга. Остальные же конкурсанты стали лучшими в своих номинациях.